всех приветствую мои родные любимые и сердце вам дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго светлого и радостного вашей жизни что все было хорошо и от родника мы с вами продолжаем цикл монологов лекции видеозаписи о йоге во христе или йога глазами христианина в частности меня христолюбца началось все с того что елена задала мне вопрос как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством на протяжении всех видео по йоге мы с вами будем отвечать на эти вопросы мы с вами находимся сейчас на второй ступени йоги не яме под названием не яма вторая ступень и вы помните как и первая ступень она есть два варианта из пяти ступи с пяти шагов по этой ступени и десяти шагов мы с вами сегодня находимся но мы принципе а стик я смотрели как четвертая ступень как с четвертый шаг ну и сегодня опять если так как как вы видите смотреть то это тоже по сути четвертый шаг но мы сегодня они в принципе все близкие да и вот сегодня мы с вами рассмотрим сразу по двум путям вот этим но две так называем вот эти добродетели два шага это свадх я и ситхат ситханта шарована вот и желтенькими померил по пометил пусть они будут как бы из разных путей до вариантов этой ступени но говорить они будут практически об одном и том же давайте на сайте традиция надхов мы почитаем что же такое свадь свадь я я свадь я я самообучение предполагает самообучение да то есть я сама обучаюсь предполагает чтение мантр и изучение священных писаний рассматривающих тему освобождения могше ну то есть святости совершенства да более на христианский язык если перелагать выберите наиболее важные шлоки шлоки это главный стихотворный размер пуран и другой литерат и других литературных произведений на санскрите состоит из четырех полустиши каждый из которых включает восемь слогов ну то есть часть какой-то мантры выберите наиболее важные шлоки из авторитетных текстов и попробуйте их выучить старайтесь вникать в суть этих шлок это свадь я я и что же такое ситханта шарована это систематическое слушание изучение писаний особенно йога шастер осмысление и понимание истин открытых в них благодаря духовному опыту просветленных учителей перед вступлением на путь йоги истинно ищущий должен ознакомиться с существующими представлениями о духовной природе человеческой души и основных духовных идеях человеческой жизни получить представление об истинном отношении индивидуума с мироустройством истинной природе всеобщей реальности сокрытой и проявляющейся в мире путем естественного опыта необходимо понимать важность йоги для совершенства тела ума разума и ясного сознания ведущего к восприятию прямой тождественности души с всеобщей реальностью а также главные отличительные черты и стадии йога садханы посредством шраваны садхьяи и вечары то есть при получении наставлений от компетентных учителей систематическом изучении и размышлений следует изгнать из ума все склонности предрассудки ошибочные представления и предупреждения ограниченные взгляды и сектантская высокомерие чтобы обрести искренность и серьезность духа взыскующего подлинной истины добродетели и красоты о чем мы с вами прочитали теперь я своим христианским христолюбским языком попробую все это прокомментировать и дать свое заключение конечно же на опыте собственной жизни когда господь призвал меня к покаянию и становление на путь восхождения в небесное царство кто помнит я рассказывал сейчас лишний раз освидетельствую свои своим рассказом о своей прошлой жизни то конечно же я стал я рассказывал об этом вгрызаться во все на свете бог когда не открылся он не сказал что наши его что он аллах что он даже иисус христос бог мне просто открылся кто помнит я это рассказывал во свете любви иной реальностью и вот этому вот всеми самыми возвышенными теплыми радостными мирными и любвеобильными чувствами и при камне и природы своей какая она и есть и я явно услышал голос в своем сердце да что пойди купи библию я об этом всегда рассказывал вы слышите что нет путаницы в моих рассказах и бы все это со мной случилось десять лет тому назад но при этом хотя и господь сказал мне купить библию да кто помнит я поверив это был настолько отчетливый ясный голос до что ему невозможно было против противиться сопротивляться этот голос был настолько любвеобильный и желающий мне добра что я естественно повиновался ему но мне же господь не сказал что библия истина да что это слово божие господь не сказал купить библию даже не сказал я читать или изучать я об этом много раз говорил господь сказал купи я купил ну естественно эта книга поэтому я и что стал читать и изучать и я много раз об этом говорил что как и в принципе в предисловии к этому циклу о йоге во христе о йоге глазами христианина я лишний раз об вспомнил естественно без этого было невозможно я уже да как бы даже в начале этого цикла рассказал немножко о том пути моего христианства что я конечно же христианином стал не просто так да не потому что все христиане потому что все кругом православные потому что господь мне сказал купить библию да потому что я стал изучать до помимо библии сразу параллельно вместе с библии прочитал коран параллельно с этим изучением библии естественно прочитал и читал веды прочитал грубо скажем то что я достаточно тоже много сутр естественно достаточно много я прочел их не все я этого не скрываю но на пути моего даже коран я с трудом осилил и только благодаря тому что у него есть какая-то тоже законченность да все-таки насколько я тогда разобрался может быть я что-то ошибся и тем путем шел потому что в этом тоже рассказывал что вел меня сам господь я до своего покаяния до этого призыва божьего ко мне я не состоял ни в каких религиозных организациях в моем окружении никогда не было никаких религиозных людей не до моего покаяния не на момент моего покаяния не даже после моего покаяния я не побежал сразу искать людей принадлежащих какой-либо религии традиции конфессии какой-то конкретной религии я стал все изучать сам благо я мы живем в двадцать первом веке и пусть это было 10 лет назад но уже интернет был настолько развит и в нем уже было действительно достаточно на тот момент информации что ты мог получить доступ ко всему да тебе не надо было бежать в мечи мечеть там чтобы до получить коран тебе не надо было бежать в синагогу чтобы получить тору все доступно до библию ты пожалуйста пошел спокойно тебе не надо было какого батюшки выпрашивать и просто я зашел в церковную лавку в новопостроенном кафедральном соборе в центре воронеже и просто и купил да она доступна каждому человеку можно было не покупать все это уже в электронном варианте уже тогда даже уже в достаточно хороших аудиозаписях было в интернете я естественно все это стал изучать и по мере изучения все это от меня вот так вот отходил я был абсолютно непредвзят кажется что человек редко может быть непредвзятым но я вот с высоты прожитых лет этих уже смотря все равно каждый раз озираюсь на эти мои первые на мою зарю покаяние на мои первые шаги в покаянии после призыва господней я пока не меняю своего мнения так скажем да анализируя прошлое действительно я был непредвзятым потому что просто никаких внешних событий никаких внешних воздействий на меня не было я был абсолютно свободен я говорю даже что до что во время и что после я показал тоже проповедник какой-то не что-то стал рассказывать сам господь меня призвал да сам господь не дал повеление купить библию ну естественно намекну что я должен ее прочитать и изучить я и поверив и не поверив богу одновременно как вот в прошлом видео он говорил что все надо перепроверять мне же господь не говорил купи коран и читай коран но я стал естественно изучать все можно сказать тору потому что я стал естественно глубоко вникать ветхий завет в кошерное не кошерное я стал и действительно все это начинать практиковать И плюс, об этом я уже говорил, то есть я все стал начинать практиковать. Все, что я читаю, я начинаю думать, как я должен применять в своей жизни и начинал что-то применять, да. И вот параллельно изучая там Коран, Веды, Сутры, Тору, Новый Завет, да, естественно, я выбирал сознательно христианство. Я увидел Христа не явно, да, а через бумажку, которая до меня дошла, через ту благую весть, которая до меня дошла, пусть через, пройдя нелегкий путь всех этих псевдо-христианских сект под названием православие, протестантизм и католицизм, конечно же, я узнал, что Бог реально приходил на землю. И видя жизнь и учение Иисуса Христа, даже то, что дошло до меня и в том варианте, в каком дошло, я, конечно же, был сражен этой стрелой любви, и это была, наверное, первая и единственная моя настоящая любовь в жизни, как говорится, да, которая до сих пор во мне живет и горит, я надеюсь, все больше и больше возгорает столько, да, пламенеет и крепчает, и тогда все это отходило. Конечно же, Коран рядом с Евангелием близко не встанет, просто это все оказалось относительно жизни и учения Иисуса Христа просто как земля от неба. Я не прочитал все сутры только потому, что чем дальше я читал, углублялся, тем все это мне становилось не по духу, все мне это не шло, все становится поперек горла, как говорят, да, то же самое с ведами и так далее. Но по поводу того, что мы с вами сегодня прочли, сам принцип, конечно же, вот то, что мы с вами сегодня затрагиваем вопрос свадхьяя, самообучение и ситханты, то есть слушание и перенимание какого-то опыта, который мы узнаем и нам кажется правильным, я с этим, конечно же, абсолютно согласен, то есть сам я этим путем шел, то есть, естественно, человек куда-то, вообще у меня люди неразумные, конечно же, не вызывают, так скажем, внутреннего уважения, которые не интересуются, да, сказать, я православный, я вот до покоения никогда в жизни не ассоциировался с православием, только потому, что я живу в России, и только потому, что даже мама в 16 лет, кто, я говорю, более подробно знает историю моей жизни, я все это рассказывал, в 16 лет попросила меня, чтобы ей было спокойно умирать, будучи сама вообще абсолютно неверующая в христианство, не являющаяся никакой христианкой, даже набожной или какой-нибудь там православной, да, вообще никак себе никогда в жизни не заходила, наверное, в храм она, насколько я знаю, но, как и все, ну, давай покрестимся, нас сестра попросила, чтобы мне типа умирать было спокойно, правда, когда я потом через 15 лет объявил, что я узрел истину, узрел Христа, и теперь становлюсь настоящим христианином, мама хотела положить меня в дурку, я это не скрываю, потому что многие такое проходят, не с тем, чтобы принизить свою маму, это просто факт моей жизни, который, кстати, проходят очень многие, это свидетельство, наверное, половины тех, кто действительно к этому приходил, особенно, если это дети, то родители начинают сразу беспокоиться, вот, тогда все считали, что у меня эта дурь пройдет, но вот 10 лет ничего не прошло, только усугубилось тогда в этом плане, вот, тут я говорю, не с целью принизить мою маму, а с целью это правда, и я хочу это засвидетельствовать, что это так, потому что я и всем следую, чтобы они тоже покаялись и приняли истину в свое сердце, поэтому, как я об этом могу молчать, да, но я говорю, в принципе, насколько я знаю, сколько слышал свидетельств, почти такой путь проходят все, сам Иисус говорил, враги домашние, да, они примут тебя, что я принес, пришел принести не мир, но разделение, потому что все будут на основе истины, конечно же, разделяться, если люди будут вместе принимать истину, они будут едины, кто-то будет отрицать, естественно, этих людей будет разделение, но человек не имеет права предавать истину, пусть даже тот, кто ошибается, верит в ложь, да, в действительности он свято в нее верит, пусть хотя бы в ней пребывает, пусть не лицемерит, да, ну а тот, кто в истину верит, пусть стоит в истине, так, образно скажем, ему просто повезло, и, конечно же, вот, я говорю, даже крестившись в православии, так называем, еще в 16 лет, да, потом я уже практикую после того, как я реально принял христианство, истину, и стал ее реализовывать в своей жизни, все святости, совершенства, заповеди, жизни, учения Иисуса Христа в своей жизни являть и совершенствовать, и даже потом практикую православие, тоже была искренняя практика, конечно же, с 16 до 27, там, я никогда себя православным не называл, мне было вообще до лампочки, я крестился богохульно, так скажем, стоял, ржал там в этом храме, да, поп мне все пытался в иконы тыкать, я вот так вот головой упирался, все было настолько лицемерно смешно, никакой катехизации вообще не было, я бегом с работы прибежал, когда мама там сказала точное время, когда нам надо появиться, все это было, ну, православие, оно есть православие, да, обычный культ, культ жреческий, вот и все, алчный, властолюбивый, тщеславный, да, корпорейшн, все, все, что их интересовало, деньги, лишние адепты, неважно, каким образом их туда привели, вот и все, если бы со мной кто-нибудь хотя бы попытался поговорить, и поп меня спросил, в ТВ-ТВ, я бы сказал, нет, я Евангелие не читал, никогда в жизни, тогда, до 27 лет, вот, но крестят всех, без, да, лампочки вообще, младенец ты, 16, тебе 20, вообще без разницы, лишь бы бабки, все, вот, и когда там что-то пытаются против мне сказать, я говорю, вы, вы факты никогда не опровергните, как я говорю, в бухгалтерии цифры упрямая вещь, то же самое и здесь, в реальности жизни, ну, а когда, конечно же, Господь неявно открылся, я познал, что есть Бог, есть любовь, и она является сущностью, да, всего, естественно, я все это стал изучать, и поэтому вот с этими принципами, с этими добродетелями, с этими правилами, с этими шагами, я, конечно же, согласен, вот все, что мы с вами сегодня прочитали, да, самообучение, обязательно, и кто помнит, я дальше рассказывал, что где-то около двух лет, я еще даже не уходя в себя, ну, уже от многого я стал отрекаться, многое стало менять в своей жизни, я рассказывал, кто знает мою жизнь, что год я еще там жил со своей девушкой, и потом год я еще, уже уйдя от нее, еще в городах работал, занимался там, так скажем, бизнесом, управлением, и все равно весь уже в себя ушел, погрузился, вот я стал все это изучать, я жадно стал поглощать всю, какую есть только информацию, я говорю, начиная вообще со всего, потом все это сужалось, сужалась вся эта шелуха в виде других религий, отсеивалось мировоззрение, и остановился я где-то через год, наверное, на христианстве, ну, плюс я дальше рассказывал, тоже у меня были еще явления, я был рожден свыше, был крещен Духом Святым, я все это рассказывал, все эти события со мной происходили явно, у меня есть, можно сказать, точные даты, точные переломные моменты, и, конечно же, я утверждаюсь абсолютно в том, что я хочу быть учеником Иисуса Христа, я хочу быть детем Бога, я хочу взойти в небесное царство по его пути и его примеру жизни, ибо он меня просто сразил, наповал, да, пронзил мое каменное сердце, и оно стало плотяным, плотским, душевным, наоборот, ну, и это в плохом смысле, кто знает употреблять, но здесь я хочу в хорошем употребить, то есть оно, наконец-то, размякло. Иисус, Бог, явившись во плоти, стал для меня абсолютным идеалом, примером, как надо жить и поступать в этой жизни с собой, с окружающим меня мирозданием, о чем вот мы, кстати, сегодня в этом и на сайте читали, действительно. Я стал все это познавать, естественно, я стал познавать, я говорю, я не побежал сразу искать живых людей, но дальше, особенно, когда я стал, уже выбрал, встал на путь христианства и стал изучать уже само христианство более глубоко, естественно, я дальше ежедневно продолжал очень, так скажем, усердно и глубоко, и с большими всегда думами и размышлениями вникать в саму Библию, то есть в канонические писания, так называемые для христиан, понятно будет, о чем я говорю, да, кто меня слушает, не христиане, это, конечно, вам надо тоже вникать, потом, я, естественно, стал изучать не канонические все писания, я стал изучать так называемые апокрифы, ну, естественно, я стал изучать что? Историю церкви, откуда все это пошло, как до меня это дошло, что я вообще читаю, что у меня в руках, что это за писание, кто они написали, когда, насколько этому можно верить, естественно, я стал изучать историю мира, мироздания от Адама и Евы, что только возможно, ну, естественно, я говорю, когда я всю шелуху отбросил, в основном я стал доверять и изучать все это через призму христианства, пусть тех псевдо-христианских сект, которых я еще так не именовал, я сначала изучал, естественно, смотрел, наблюдал, как потом, я говорю, стал и практиковать, практиковал я, опять же, почему я выбрал даже православие? Ну, конечно же, в России православие – это засилище, так скажем, секта, да, она имеет более власть, но я ее выбрал тоже не поэтому, она действительно из всех мне показалась более правильной, чем католицизм, протестантизм, на самом деле, потом, со временем, я понял, что они ничем не отличаются, это была лишь мишура, и, возможно, это уже было все-таки выбрано посредством того, что я русский, я живу в России, то есть это уже, как я говорю, хоть я и старался быть объективным, и на протестантизм, католицизм и православие, я смотрел тоже сначала как сторонний наблюдатель, вот стал все это изучать, изучал историю, кто разделился, кто прав, кто не прав, когда возник, но вот так Господь попустил, что решил я практиковать прежде всего потом уже, через еще несколько лет православие. Православие. Естественно, все время, порядка пяти лет, первых из вот сейчас десяти лет, как я христианин, я очень глубоко, очень полностью отдался этому, я рассказывал, что я сменил уже коренным образом свою жизнь, я стал отшельничать, скитаться, естественно, питался трудами рук своих всегда, но вся моя жизнь проходила в наушниках, потому что уже на это время появилось достаточно много оцифрованных книг, то есть аудиокниги, как мы это знаем, естественно, уже было достаточно развито видео, были видеозаписи, я стал все это слушать, читать, смотреть, то есть я читал, слушал, читал, слушал, если я работал руками, я, естественно, все это слушал, всегда был в наушниках, на разных работах меня прозывали, давали такие кличи, как «Немой», потому что я ни с кем не разговаривал практически, я был всегда в себе, всегда был в наушниках, уши у меня были закрыты, и я слушал только аудиокниги, лекции, все, что только с этим связано. Когда я не слушал, я читал, вот вся моя жизнь была, я молился много, ну а молитвы мы затронем в следующий раз, то есть я стал абсолютно практиковать духовно, как это говорят, святую жизнь, какую, как угодно называйте, но, естественно, я помимо дел, сейчас мы говорим вот о теории, поэтому сегодня мы не будем молитву трогать, вообще исполнение заповедей, мы говорим о теории, но, естественно, чтобы что-то притворять в практике, надо познавать теорию. И вот я целиком вгрызся. И потом, после пяти еще где-то года-два, я это еще дошлифовывал. Последние два-три года вот из этой десятилетки, кто знает, я уже говорю, я даже писание практически в Библии так называемую, даже Новый Завет, даже Евангелие я уже практически не читаю, я его только преподаю, да. Благовесту, записываю ролики, потому что, когда ты приходишь к познанию, к совершенному познанию истины, когда для тебя открываются такие ключи, как я много раз говорил, что суть всего бытия в бессмертии, свободе, выборе между добром и злом, и когда ты избираешь эту любовь, ты обретаешь абсолютное счастье, потому что ты любишь, потому что ты радостен, потому что ты мирен, потому что ты скромен, да. Все это дает тебе, вот эта вот истина просто открывает тебе просто бытие, ты становишься я-есень, да. Это здорово, это счастье, я всем это счастье благовествую. И, конечно же, вот этот путь, я читал, естественно, историю церкви, всех учителей церкви так называемой, да, православных, католиков, протестантов, я все это читал, да, я все слушал, все назидался, практиковал даже те вещи, естественно, зачем читать, если ты это не реализуешь в своей жизни. Я реализовал то, что они писали, я разные вещи испытывал. На начальном этапе, естественно, те же самые мантры, все это я читал, все практиковал, я говорю, все это отходило, потому что молиться ты начинаешь тоже буквально с первых дней своего покаяния, и, как я говорил, когда я читал Коран, там, матор, сутры, веды, я все, естественно, там же сразу было тоже об этом сказано, и я, естественно, все это вводил в практику, но, во-первых, все это отходило, поэтому и теория отходила, ты переставал эти изучать, и практику ты оставлял, естественно, и уже шел по тому пути, который ты избираешь. И поэтому, это я сейчас о своем пути, всегда надо прежде всего засвидетельствовать, я считаю, своим опытом, тогда бессмысленно твои слова, если ты не изведал это опытом. И, конечно же, безусловно, я и сам веду, в общем-то, почему такие каналы, и кто давно меня смотрит, а кто недавно, я думаю, все равно не сможет не заметить, насколько глубоко я пытаюсь вгрызться. Даже вот этот цикл по йоге, мне же не только Лена впервые задала такой вопрос, меня до этого задавали разные вопросы, кто-то меня вообще называл, что я не христианин, а йог, так как много тоже говорят подобные вещи. Я никогда не отвечал, не люблю краткость, да, в этом плане, и всегда растерты у меня видео такие. И даже этот цикл, я сначала хотел один ролик записать, просто ответить хоть как-то опять, потом три, потом пять, думал, там, предисловие, йога к телу, йога души, йога духа и послесловие, потом десять из восьмеричной ступени. Ну, а сейчас вы видите, уже их и числа непонятно, сколько получится. Я решился достаточно полностью выложиться. Мы не будем глубже вникать, потому что, когда я вникал, я понял, что мне это не нужно. Но и достаточно пространно мы пройдемся по йоге. Ну, в общем, даже дело не настолько, кто будет мерить, насколько глубоко будем вникать. Я это делаю по сердце, насколько я хочу это сделать. Значит, я выложусь на сто процентов, да. Вот, и скорее всего, к этому вопросу уже как христианин. Не буду возвращаться теперь, когда меня кто-нибудь будет спрашивать по йоге, да, я просто дам ссылку, я сделал отдельный плейлист. Человек, если захочет, все узнает. Потому что мы с вами, благодаря этому восьмиступенчатому пути, да, и всех шагов по этим ступенечкам, мы с вами, в принципе, коснемся хоть и поверхностно, а может быть и далеко не поверхностно, практически всех тем. Вот, и конечно же, кто и рассмотрел мои ролики, я не зря пишу по Библии у меня полностью, да, практически есть записи. Там апокрифы я начал, и все это дальше планирую развивать. Что просто проповеди, достаточно у меня всегда глубокие, конкретные, по писанию я вникаю, я стараюсь все места там возможные туда сразу, чтобы дать, впихнуть в один ролик, чтобы дать общую картину, чтобы человек не потерял какую-то мысль, какую-то идею, чтобы концентрат этих мыслей показал ему действительно правду и истину. Вот, и здесь, конечно же, я сам уважаю людей, действительно, и думаю, что эти люди пожнут плоды своих дел. То есть надо, конечно же, вникать, вот, в то, чем ты живешь, то учение, то мировоззрение, которым ты хочешь следовать. Конечно же, надо развиваться. Поэтому вот эти две добродетели, свадхьяя и ситханта, очень важны, действительно, особенно на начальном пути, да, то есть это действительно слушание, все, что только можно, все, что только тебе хочется, потому что мы действительно, да, в принципе, истины в самом себе. Но мы все проходим один путь, и спорить с ним, к сожалению, практически бесполезно. Да, настоящий учитель, познавший себя, познавший истину, познавший Бога, будет вас в оконцовке готовить к тому, что ты придешь в состояние, я есть, да, мне никто не нужен, но ты пройдешь свою школу жизни, ты взойдешь на эту ступень, потом ты будешь учить тому же самому, и уже предупреждать их, говорить, что когда-нибудь вы действительно дойдете до такого состояния, вам ничего уже не надо будет, вы сами будьте себя, как Господь Иисус и сказал, что вы станете источником воды живой. То есть сначала мы сами пьем, мы сами эту воду потребляем. Придет момент, если вы будете правильным путем идти, дойдете до верха, то вы действительно обретете это счастье. Почему я не считаю сам для себя уже ничего, потому что мне ничего не надо, почему я никого не слушаю, я обрел истину в полноте в такой, что у меня нет вопросов, у меня есть только ответы. Вы знаете, такая радость, такое счастье тоже, вот эта полнота, когда раньше ты терзался, куча вопросов, у тебя столько вопросов, столько недопониманий, да, ты ищешь ответы, ты ссылаешься на авторитеты, ты ими пытаешься подтвердить каждую свою мысль, каким кому-то авторитетом что-то доказать. Ты приходишь, когда в совершенное состояние, ты уже ничего нигде не ищешь. Ты просто говоришь, как говорил Иисус, вам сказано, даже если это противно каким-то авторитетам, а я говорю вам. Иисус, когда учил людей любви к врагам, он ни на какой авторитет сослаться не мог, более того, он сам говорит, что он его противопоставляет своей истине, якобы истине ветхозаветной. Говорит, вам сказано, люби врага, люби ближнего, там ближний только еврей, ненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших. Иисус прямо противопоставляет якобы истине, свою истину. И не ищет никаких авторитетов, не подтверждений, он просто говорит, это истина, потому что так и есть, потому что каждый, заглянув в себя, пойдя этим путем, узнает, что это так. Потому что ненависть даже к врагам и любовь только каких-то любящих, это ведет в бесконечности, ведет в крах, а любовь ко всему ведет в вечное благо. Поэтому, конечно же, нужно, заканчиваем видео, нужно ли упражняться в самопознании, в слушании, в великих, мудрых, достигших чего-то, учителей, их писаний, конечно, нужно это делать, я с этим согласен, что такое йога, если йога вот это, как я говорю, да, с этим я согласен, абсолютно. Нужно ли это делать, конечно, христианам нужно, не нужно, а обязаны это делать, должны это делать. Мы все проходим школу жизни, нас всех учат в садике, в школе, в институте, на работе, и только когда мы, говорю, достигаем совершенства, когда мы уже становимся, управляем, и передаем другим знаниям, вот тогда, да, но вначале мы все проходим этот путь, никуда не денешься, я сам его прошел, я сам много учился, когда меня сейчас уже в моем возрасте, так скажем, телесно-духовном, да, кто-то там тычет мне, что вот, ты ничего не слушаешь, ничего не читаешь, какие-то мне там авторитетные ссылки бросают, чтобы подтвердить свои бредни, мне уже это не надо, я свое время, как я говорил, отпахал, отсидел, да, я свое отыскал, я потратил, а если потратил, а вот именно я посвятил, я всегда делю время, кто меня слушает, на две варианта, либо потратил, или посвятил, когда ты что-то делаешь, ты пока не знаешь, какой ты потом вывод сделаешь, я реально посвятил свою жизнь, и грамма не жалею, познание истины, 20 часов в сутки, да, хотя в них всего 24, потому что я и спал об этом, думал, я с утра просыпаюсь, об этом думаю, и ложусь с этой же мыслью, и бывают бессонные ночи, я всегда думал об истине, я всегда грыз сутками, слушал, Евангелие я читал, по 4 Евангелия каждый день, по 8 часов я только вникал в Евангелие, читал апостолы, изучал, читал всю историю, предания, все, и уже в начале вам, как уже еще раз повторяюсь, уже рассказывал, прежде чем даже выбрать христианство, я вник во все остальное, настолько, насколько мне там было, я говорю, обвинение тоже в том, что я там не до конца в них, и зря выбыл христианство, ко мне с этим не надо, потому что я по сердцу все это шел, по сердцу все это от меня отскакивало, то есть я говорю, меня никто не вел, кроме Бога, поэтому если сердце мое противилось тому, что я вижу, слышу, я увидел абсолютность и святость, совершенство только во Христе, вот так вот, поэтому моя какая рекомендация, христианам нужно практиковать, обязаны практиковать, нельзя быть тупым, нельзя быть невеждой, нельзя быть глупцом, нельзя быть немудрым, все это надо познать, прийти, и до тех пор, пока вы действительно что-то ищете, вы еще не достигли, но это неплохо, ищите тогда, ищите, ищите ответы на свои вопросы, вгрызайтесь, ищите их в своем сердце, да, Бог вам что-то может открыть, но Бог так попускает, чтобы мы учились друг у друга, ищите эти ответы, вы должны достигнуть такого совершенства, что, конечно же, все это уйдет, вы здесь просто, чук, галочку, этот вопрос закрыли, мне больше некуда расти в свадхьяе, и ситханха, это действительно так, и вам кажется, что, ну да, есть великие мудрости, всегда есть кому-то, даже учитель может чему-то научиться, надо понимать, что все эти фразы, великие мудрости, сказаны в определенное время, к определенному моменту, к определенным людям, я много раз говорил, понятно, я не силен во всех мудростях мира, и когда мне нужно что-то сделать, то, чего я не умею, я сам иду, будучи учителем, да, святости, совершенства истины, но я иду учиться, вот так вот склоня голову к человеку, который умеет там суперски монтировать видео, я иду у него учиться, да, то есть, конечно же, но в своей области, да, каждый должен достигнуть, ведь самая важная область, это совершенство человеческого духа, это святость, это божье, как угодно, сколько определений, говорящих об одном и том же, в разных религиях, сектах, конфессиях, и мировоззрениях, и здесь, конечно же, в самой важной области человеческой жизни, надо достигнуть совершенства, надо прийти в такое состояние, чтобы вы больше ничего не искали, а для чего это надо, вы станете сами источником этой истины, воды живой, и будете напоять других, делать счастливых других людей, а в этом счастье, если все мы будем счастливы, в этом небесное царство, если там будут одни счастливые люди, и, конечно же, полнота счастья невозможна без, вот этого достигания совершенства в познании, да, потому что, если у вас есть вопросы, вы несчастливы, то есть, у вас есть вопрос, вам чего-то не хватает, у вас пустота, поэтому у вас открытый вопрос, как говорят, открытая дырочка, пустая полочка в вашей библиотеке, вы не знаете, конечно, люди невежественные, и не достигшие этого тычут таким, как я, как Павел писал, Плотский, да, немог духовных, на самом деле, судить, и бы ничего не понимают, тычут, что это гордыня, на самом деле, гордыня бы это было, как Иисус говорил правильно, если вы говорите то, чем не являетесь, мои дела во мне свидетельствуют, да, потому что я действительно перестал искать, кто слышал мои беседы, я не, даже когда беседую, публично, записи выкладываю, не с целью, что я там у кого-то что-то спрашиваю, я ни у кого ничего не спрашиваю, но раньше, вот именно, если бы это была гордыня, она была бы от начала, я говорю, если бы вы знали, это, конечно, часть жизни моя сокрыта, тогда я не вел никаких, никаких блогов, то тут от пяти до семи лет, так возьмем, от умоления, да, вот, конечно, уже где-то рубеж пять лет, я помню, прошел, я уже стал все меньше, да, учиться, и где-то даже с пятилетнего, вот этого моего христианского возраста, начал потихонечку, да, возрастать в учителе, все это вот потихонечку перебраживало, и тогда я учился очень много, я не стеснялся, что я, я признал себе, я нищий духом, я ничего не знаю, я стал учиться во всем, поэтому тыкать мне, конечно, сейчас, когда я такой путь прошел, тем более, тычет мне обычный человек, который живет обычной, там, семейной жизнью, работает, и две, там, книжонки за жизнь прочитал, я отдал этому лучшие годы своей жизни, 27 через 37 мужчина в самом расцвете сил, а я отдал это по знанию истины во всем, в литературе, в искусстве, неважно, через что человек это доносил, я все это изучал, смотрел, вот именно молча, с открытым ртом, я слушал, естественно, в ютубе, стал слушать современных там проповедников, учителей, профессоров, попов, кого угодно, да, пастыри, как угодно это назовите, свободных людей, которые что-то говорят, я очень много, естественно, этому учился, вот, просто приходит свое время, и не гоже взрослому человеку сидеть в песочнице, играться в куклы, да, или в машинке, когда ты вырастаешь, тоже, это будет просто нормально, да, и называть себя в детском, во взрослом возрасте ребенком, это просто глупо, это болячка религиозников, особенно православных, у них это ложное псевдосмирение, я ничего не знаю, я глупый, да, я недалекий, да, я все еще, я такой же грешник, ну, если ты грешник, через 10 лет своему христианству, пора бы тебе вообще задуматься, зачем оно тебе, если ты ничего не знаешь, если ты ничего сам не познал, никому не передаешь, ты просто прожил свою жизнь, зазря, вот так вот, поэтому, конечно же, мой не просто совет, не просто даже рекомендация, это на самом деле, такая обязанность, которая нужна самому человеку, ты должен достичь до того состояния, когда ты станешь источником воды жизни, источником слова, и по поводу совершенства, еще скажу, да, как я вам напомнил ту фразу, что, да, каждому учителю есть чему поучиться, это понятно, это человеку, а вот сам Иисус говорил, что достаточно для ученика, когда он станет как учитель его, вот, поэтому тут, тут все это надо понимать, на этом у меня все, я надеюсь, я вам что-то помог, что-то открыл, нужно такое практиковать, не просто христианам, не просто нужно, а обязаны, если вы не стали, ищите, рвите, алчите, жажите, да, познавайте истину, а потом уже обретете счастье, вам уже перестанете хлебать, с открытым ртом искать эту живую воду, вы просто станете сами ее источником, соответственно, вам нет нужды ее употреблять, чего я вам всем искренне, от чистого моего христолюбского сердца желаю. И, кстати, стараюсь прилагать к этому все возможные от меня усилия, чтобы вы обрели полноту познания. Надеюсь, у меня это хоть изредка и кому-то получается сделать. До встречи в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...